В эфире Лицкого телевидения информационная программа события. В студии Павел Балейшис. Здравствуйте. Сразу коротко о главном в этом выпуске. Есть такая профессия родину защищать. Военный комиссарет организовал для Лицких старшеклассников профориентационное мероприятие. О Забавушке узнали во Франции. Образцовый ансамбль танца Лицкой детской школы искусств завоевал гран-при 8-го международного фестиваля танца «Шире круг» в Страсбурге. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня в Лиде прием граждан по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, провела главный правовой инспектор Труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Наталья Грецкая. С 2017 года в рамках соглашения между Федерацией профсоюзов Беларуси и Генпрокуратурой прием граждан проводится в присутствии представителя прокуратуры. Сегодня на прием обратились только два жителя Лиды с вопросом о контрактной форме найма. Жалоб не поступало, что говорит о том, что вопросы по трудовым отношениям регулируются на местах. У нас приезжают с 2015 года, уже есть такая практика по всей республике, разъезжаются главные правовые инспекторы Труда Федерации профсоюзов Беларуси и проводят такие профсоюзные приемы. Как правило, они проходят каждый последний четверг месяца, либо в районном объединении профсоюзов, либо на предприятии, точном месте дати и проведения. Как правило, мы всегда информируем в средствах массовой информации, граждане наши знают. Что касается самой тематики обращений, главный правовой инспектор Труда в первую очередь – это трудовые отношения. То есть сказать, что приходят к нам люди с жалобами, но очень хорошо, что не приходят. Приходят больше за консультацией. Если мы не можем дать на месте какую-то консультацию, значит, главный правовой инспектор уже на следующий день, перезванивая человеку, связывается именно с той отраслей, либо отраслевым профсоюзом, которым принадлежит этот человек, входит в какую первичную профсоюзную организацию, и тогда решается вопрос. Но зачастую все вопросы разъясняются прямо на месте, дается консультация в сфере трудового законодательства. О важности профессии военнослужащего, военных вузах Беларуси, правилах поступления в эти учебные заведения и условиях обучения в них шла речь во время информационного дня «Есть такая профессия – Родину защищать», организованного для старшеклассников лицких школ военным комиссариатом. Ежегодно выше учебных заведений военной направленности поступают порядка 30 выпускников школ нашего региона. На выбор многих оказали влияние подобные мероприятия. На встречу с будущими абитуриентами приехали представители военной академии Беларуси, Института пограничной службы и военного факультета Гродненского государственного института имени Янки Купалы. Также о службе в армии ребятам рассказали работники военного комиссариата, Лицкого погранотряда и 116-й штурмовой авиабазы. Если 11-й класс уже определились с выбором своей будущей профессии, где они будут в дальнейшем обучаться, в том числе и в военно-учебных заведениях Республики Беларусь, то 9-й и 10-й классы еще не определились. И на данном мероприятии представители воинских частей представляют возможность не только воинских частей, а и преподавательский состав военно-учебных заведений предоставляет возможность уже как-то сориентировать, с чем им придется столкнуться при поступлении в военно-учебное заведение. Стабильно из года в год с территории Лицкого района поступает около 30 молодых людей в военно-учебное заведение. Также актуальностью данного занятия является то, что до молодых людей в военном комиссариатам будут доведены требования отдельных нормативных правах актов, в части касающиеся прохождения также срочной военной службы, службы в резерве, а также доведены указы и постановления, в которые произошли изменения. Филиал Гродненского государственного университета имени Янки Купалы планируется открыть на базе Лицкого колледжа. На первом этапе работы создан специальный координационный совет, в состав которого вошли представители университета, колледжа и райисполкома. Изучается мнение жителей личины о необходимости открытия у нас филиала вуза. Проводится анкетирование, социологические опросы. С вопросом, нужен ли вуз в Лиде и какие специальности могут быть востребованы, наш корреспондент обратился к жителям города. Я думаю, что нужен, потому что много молодежи у нас. Желание, наверное, есть учиться и дальше. Но я думаю, больше технический, наверное. А вообще смешанный профиль, чтобы был. Конечно, у молодежи разные вкусы, поэтому должны быть разные, наверное, направления. Я думаю, для молодежи надо. Конечно, а что ездить, то в Минск, то еще куда-то. Конечно, нужно. Столько много молодежи, демографическую ситуацию надо же развивать. Зачастую из Лиды уезжают, а потом не возвращаются. Поэтому, наверное, когда свое высшее учебное заведение есть, наверное, это и есть возможность потом оставить нормальные, хорошие кадры для развития Лидского района. Это всегда хорошо. Я думаю, что любой руководитель, наверное, поддержит такую ситуацию. Любую сферу, если взять и тех же программистов. Вот сегодня Лидский колледж, который является филиалом от университета Янки Купалы, но, тем не менее, программистов он не готовит. А, наверное, в городе сегодня это очень востребованная специальность молодежи. Где-то надо начинать. Я понимаю, что, может быть, они там в эти парки уедут и тому подобное, но начинать чего-то надо. Учиться надо. Да даже сегодня много каких профессий, которые, в общем-то, востребованы на рынке. И, к сожалению, я как руководитель не могу найти достойных кадров. Поэтому я думаю, что высшее образование, это как раз, наверное, на тот момент, когда действительно это будет очень-очень положительно и на имидж района, и на приток кадров в район. Наверное, будет все очень даже классно. Я думаю, нужен. Во-первых, все равно здесь как филиал, насколько я знаю, я сама не Лицкая, но, насколько я знаю, это от Янки Купала, да, от университета филиал. И большинство все равно студентов после окончания нашего колледжа едут все равно в Гродно. И я думаю, и как привлекательность города, как-то для иногородних студентов. Приезжали бы к нам учиться, то есть, я думаю, и там и заграниченные студенты, как было в основном. Мне кажется, чем многообразнее профиль, тем лучше было. Ну, во-первых, те специальности, которые сейчас здесь популярны, ну, дальше развивать. Все равно, у меня даже муж, допустим, хотел поступать на высшее, но из-за того, что на работе не отпускают, скажем так, тебе пришлось ограничиться средним. А так бы, если бы было тут высшее, может быть, мы были с высшим в образовании. Супруг, да. Обязательно нужно. Я за. Наверное, педагогический. Да так, потому что я сама педагог. Ну, дневная, конечно, лучше. Сами знаете, дневная всегда лучше. Я считаю, что было бы неплохо, как бы, и дети были бы рядом, и родители были бы спокойнее. Ну, а с другой стороны, как бы, когда дети уезжают куда-то, это учить самостоятельности, правильно? Дети становятся более взрослыми и самостоятельными. Конечно, слисообразно. У меня у самой дети растут, чтобы поближе к маме спокойнее было. Не знаю, программистика какая-нибудь вот у нас в Янке купала была. То я считаю, что это вот такие... Востребованы. Востребованы, да. О забавушке узнали во Франции. Образцовый ансамбль танца Лицкой детской школы искусств завоевал гран-при 8-го международного фестиваля танца «Шире круг», который проходил во французском Страсбурге. Участие в этом хореографическом форуме принимали коллективы из Франции, Австрии, Германии, России, Украины и Белоруссии. Нашу страну представляли личане, воспитанники хореографов Елены Кореева, Светланы Павлюковой и Ольги Лукашевич. Они повезли во Францию пять номеров «Чаепитие», «Куполинка», «Ветер дал нам крылья», «Шик-блеск» и «Белорусская полька» «Рассыпуха». Последний танец занял первое место в номинации «Народная стилизация», а танец «Шик-блеск» получил такую же награду в номинации «Лучшая хореографическая постановка». А вот сам коллектив «Забавушка» был признан лучшим хореографическим коллективом, за что жюри фестиваля присудила ансамблю «Гран-при». Мы, учителя и руководители образцового ансамбля «Танца «Забавушка», очень гордимся своими детьми, потому что они у нас замечательные, веселые, эмоциональные, энергичные. Всегда все знают, всегда хорошо себя чувствуют, коммуникабельные, просто молодцы. Ну, а подготовка у нас шла в обычном режиме, потому что у нас и уроки, у нас и концерты, и школьные, и общегородские. Мы повезли на этот конкурс какие-то свои уже, как скажем так, накатанные номера, так и новые, вот как, например, только белорусская постановщик Павликова Светлана Анатольевна. Участники и руководители образцового ансамбля «Танца «Забавушка» принимают поздравления и делятся впечатлениями от поездки во Францию на фестиваль танца. Об успешном выступлении им напоминают дипломы, статуэтка с логотипом фестиваля «Шири круг» и памятная доска-карта мира с росписями всех его участников, как символ международной дружбы. Мы практически первый коллектив, который начал улыбаться «Забавушка». Мне очень понравилось, я очень рада, что поехала. Мы выделили очень много красивых мест, там было очень красиво, была большая река, большой мост, и мне очень понравилось, как мы выступали и навручали места. Мы ехали за победы, ну и, конечно же, чтобы отдохнуть и набрать море впечатлений, мы заняли гран-при. Мне кажется, что мы заняли это заслуженно, так как наш коллектив очень хорошо постарался. Но это заслуга не только наша, заслуга и педагогов, которые тоже нас в трудную минуту всегда поддерживали и поставили у нас очень красивые танцы. Сейчас «Забавушка» не отдыхает. Ее участники готовятся к торжественному открытию мероприятий «Лидокультурная столица» Беларуси-2020. Невероятное шоу в столичном торговом центре «Данна Мол» и грандиозная акция «Ко дню влюбленных» в комплексе «Минск.Мир». Квартиры в целом ряде домов продаются в рассрочку до 10 лет с существенной скидкой и первым взносом 20%. А еще стартовали продажи квартир в доме «Хельсинки» в новом квартале «Северная Европа». И здесь впервые в длительную рассрочку можно приобрести квартиру с чистовой отделкой для тех, кто хотел бы заселиться в свою квартиру сразу после сдачи дома. Февраль – отличный месяц для тех, кто хотел бы приобрести квартиру в Минске на самых выгодных условиях. Подробности в нашем репортаже. Что что-то будет, почувствовали еще за полчаса. Но такого раньше не было никогда. Сейчас было возможно повториться снова. Люди пришли, их много, но не все знают, что будет шоу. Признаки есть. Атриум торгового центра необычен. Вместо ели – композиция с месяцем и влюбленными на нем. Со всех сторон мультимедийные экраны и атмосфера того, что что-то сейчас произойдет. Со всех сторон влюбленные есть. И здесь те, кто воспевает любовь. В разных концах торгового центра посетители, продавцы магазинов, официанты в кафе, охранники, самые разные парни приосанились, распрямили плечи и под внезапно зазвучавшую музыку запели. Дуэт из Травиаты Верди зазвучал под сводами торгового центра так мощно, красиво, живо, что дух перехватывало. Четверо солистов поднялись на сцену, остальные пели прямо в толпе публики на всех этажах. А действо только набирало обороты. Все непросто и все неспроста. 30 оперных певцов поздравляют посетителей с самым романтическим праздником. А затем современные танцы. Танцевали повсюду. Организаторам и на этот раз удалось замаскировать танцоров в толпе. Девчонка из Бургерной вдруг задвигалась в ритме музыки. Парень из склинговой службы, кучка тусующихся подростков, танцевали на всех этажах. В этой части программы было задействовано более 300 талантливых ребят. И снова смена ритма и 10 кавер-бендов на всех этажах торгового центра заиграли знаменитую композицию «Знай, это любовь». Заиграли вместе и одновременно. Им подпевали и потанцовывали все. И кульминация. В фотозоне с сердцем в главном атриуме парень делает предложение. И это сигнал тем, кто еще не решился и колеблется. Тысячи воздушных сердец как напоминание в руки. Повод задуматься и сделать любимое предложение. И надо делать не только 14 февраля, когда есть искра. Каждой паре, кстати, и свое жилье. Семьи со стабильным доходом могут купить квартиры во всех строящихся жилых комплексах столицы. Главное – семья. А у семьи должен быть дом. До конца месяца в комплексе «Минск.Мир» проводится грандиозная акция «Ко дню влюбленных». При покупке квартиры в домах Пекин и Сидней Люкс, квартала чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско, в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио, в квартале Азия и Александрия, в квартале Африка, снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Здесь она предоставляется до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора. Правда, требуется первый взнос, но по акции первый взнос снижен, можно внести 20%. Внимание, всего 20%. У застройщика индивидуальный подход к каждой семье. Заплатить первый взнос можно и с помощью специального кредита от банка-партнера и оформлять договор покупки в рассрочку. И еще одна отличная новость. Стартовали продажи квартир в доме Хельсинки, в новом квартале Северная Европа. Впервые здесь в рассрочку на 10 лет можно приобрести квартиру с чистовой отделкой для тех, кто хотел бы заселиться в свою квартиру сразу после сдачи дома. Очень привлекательный вариант. Рядом и новый офис продаж, где расскажут подробности и разъяснят все моменты. Как без процентной рассрочки, которую предоставляют до 10 лет, так и кредита от банков. И помогут заключить выгодный договор. Время создавать семью и жить в своей квартире. И в завершении выпуска коротко о спорте. Хоккейный клуб «Лида» вчера провел очередной матч в рамках второго этапа чемпионата Беларуси в экстралиге. На домашней площадке рыцари принимали «Оршанский локомотив». На протяжении всего матча шла равная игра и лещане постоянно вели в счете с разницей в одну шайбу. Однако в концовке матча гости сумели в течение 28 секунд дважды поразить ворота «Лида» и удержали победный для себя результат до финального свистка. Итог поединка 3-4 в пользу «Локомотива». Следующая игра у хоккейного клуба «Лида» также будет домашней. 19 января на площадке Ледового дворца она принимает пинских ястребов. Начало встречи в 19 часов. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Хорошего всем вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова